Судьбы людей в лесу. 30 лет в тайге, часть 34 у нас сегодня. Как вы пишите в комментариях, станция конечная. Вот так вот. А я говорю, что у меня 34 зуба сегодня. Вчера вырос один этот, мудрый, а сегодня еще один вырос мудрый. Все. И больше у меня нету. Нету больше. И так челюсть встал, и все. Хе-хе. Нормально. Видите, 30 лет в тайге получилось, а частей 34. А вы это заведовали, что 30 будет. Видите, на 4 больше. 4 зуба плюсик. Хе-хе. Плюсик меня в карму. Вот так вот. Не забывайте ставить ваши педали. Это ваше спасибо. Не забывайте. А сегодня продолжаем. Продолжаем часть 34. И едва только Петрович проснулся, как он увидел, что все раскладушки пустые, и в палатке нет никого. И как-то ему так неловко стало. Впервые, впервые за все эти годы. И он торопливо вскочил с раскладушки, и вдруг вспомнил. Вспомнил, что сегодня он покидает эту тайгу. Смотрит, а на вешалке висит рубашечка. Белая, отглаженная. На брюках стрелки. Хе-хе. Шумуха даже зад себе обрежет. Да. Смотрит, а еще заботливо начищенные туфли. Все готово. Все готово. Только в дорогу. Даже рюкзак и тот, с которым он пришел в тайгу, когда-то давным-давно. И тот стоит. А рядом целая сумка. Ее набила фелисада грибами и вареньями, рыбой и икрой. Пусть помнится человеку прошлое. Пусть добрым словом вспомнит. Вспомнит за столом прожитое все и пережитое в этой бригаде. Где, в общем, был не только стол. Где роднила не только работа и палатка. Там, где скупы были слова. А щедрая и молчаливая помощь и поддержка. Где его понимали без слов, без слов тебе. Признавали и ценили без лести. Ты с нами, Петрович, с нами. И мы не прощаемся с тобой. Так что, через неделю жди нас в гости. Все приедем. Подал он руку на прощание Никитин. А вот и этот знакомый дом. Все те же ступеньки. Как-то встретят. Волнуется человек. И нажал на звонок. И молодая женщина с ребенком, с ребенком на руках, Открыла ему дверь. И глянул так вопросительно. Дед! Дед! И протянул к нему руки малыш. И еще сказал. Деда! А тайга словно смеялась над ним. С самого начала. И проверяла человека. Чуть ли не каждый день. Да, а случалось, испытывала. И жестко. Чуть не добивала. За всякую оплошность там и неловкость. И вот уже на третий день, На третий день Накрыла Володьку макушкой повальная елка. Сбила с ног, Как вмяла в мох, В кусты. Прохоренко даже и крикнуть не успел. И голубое небо вдруг сразу, Сразу, сразу же стало черным. Ох ты, мать твою! Ох ты, мать твою! Подскочил к нему Прошка И позвал мужиков на помощь. Дерболызнула макуха по макухе. Да так, шо все мозги взад выбила. Ох, всю дур вогнал туда. Теперь бы откачать его, а? Услышал вдруг Володька И почувствовал, Почувствовал, как кто-то Настырно и настырно Льет ему в лицо Эту холодную воду. Вовка, Вовка, Иди ты, мать! Слышь, ты, художник! Слышь меня, че не? А ну, давай, очухивайся! А? Ну? Ну, промудохался ты дольше, чем надо! Ну, то шо! А ну, впредь вставай! А то еще шустреть вкалывать станешь! Уговаривал его Одноглазый Леха. И, устав упрашивать, Поднял мужика И понес к палатке, Приговаривая по пути. Да, Совсем сломбак. Меня тайга цельный год По башке била поначалу. Цельный год тебе! И нихрена! Хе! Дурна моя башка! А тут только прикандычила и все! Она меня по колхану бьет, А я ее в корень! А я ее в корень! А? Вот и жизня! Хм! На уманя! А тут только зачепила все! Попробуй встань! Шо такое? Ну, да! Скотушек только лишь два раза меня смела! И то ненадолго! А это он, смотри! Только зачепила и все! Сразу уложила! Да, Да! Видно, Совсем негодный к тайге! Но через какой-то час Володька снова вернулся на делянку! Голова гудела, Аж трещала! А на плечах и на плечах и на спине царапины, ссадины, синяки! А на голове шишка! Но мужик крепился, хотя ноги у него еще и дрожали! Потаскай ветки к костру! Не стоит тебе на обрубке сегодня идти! Нагибаться трудно! Помоги лучше, Митеньки! Предложил Никитин Володьке! Но тот все равно! Все равно взял топор И молча пошел обрубать сучья! И до вечера сумел пересилить себя! Зато работал с оглядкой Прислушивался к голосу бензопилы И не уходил в воспоминания настолько, чтобы не уловить Не уловить этих последних секунд падения спиленных деревьев Володька уже не мешкал Конечно! О! По башке раздала уже все! Хватит! Как говорится, первое крещение Как говорили лесорубы Первое крещение действительно Вправило бошку, да? Ну, пошло впрок! Пошло! Но тайга на том не успокоилась И уже через какой-то месяц После случившегося Она поставила ему новую подножку Едва подошел Прохоренко к старой липе Чтобы подготовить ее под хлыст Снес вершину Снес вершину Как изнутри, не примеченный никем Вылетели из дупла дикие пчелы Устроившие прямо в стволе свой улей И они как облепили Володьку Аж с макушки до самых колен Мужик вначале пытался отбиваться А шо ж ты будешь делать? Катался там по траве Туды-сюды По кустам Но пчелы неслись за ним Таким густым шлейфом Аж обволакивали его Как ту шубу И жалили нещадно И Володька как взвыл Не своим тебе голосом На нем не оставалось живого места И оглянувшийся Никитин Сообразил, что происходит И как закричит ему В реку В реку беги Слышишь? А ну в реку Скорее И Володька нырнул в Алдан Забыв сбросить свои сапоги И пчелы действительно оставили его в покое Улетели Конечно Плавать-то они не умеют Но Прохоренко в это не поверил Потому что у него все тело болело так Будто его пытали этими раскаленными иголками И он весь Весь опух Припух полностью И Фелисада увидев его И Фелисада увидев его Не на шутку испугалась Мужика тошнило В теле была слабость И глядев Володьку Повариха поняла Что отравили пчелы человека Своим ядом Переусердствовали И до вечера Отпаивала она его зверобоем Прохоренко Аж терял сознание Температура подскочила у него Аж до сорока Но Фелисада протирала Володьку Раствором уксуса И заставляла пить молоко Через силу Но пить А мужики Забыв о сумерках Забросили сеть в реку И поймав пару осетров Натирали грудь и спину художника Свежим-свежим жиром Ты это того Ты это Ну не откидывайся ты ж прежде времени Ну Мы твоих супостатов из Улья вон Мы всех их там выкурали Встанешь побачишь Из липы вообще насовсем Зато и меду тоже взяли Да Меду взяли аж три ведра На всю зиму нам тут хватит Так что ты это Не окочурся Как это такое пропустить-то А? Успокаивал его Васька Чиферист И от одного только напоминания Об этих пчелах Прохоренко аж мутила А Фелисада на третий день Заставила его пить воду С медом И шо вы думаете? И шо вы думаете? И так и помогло Через силу заставляло А он аж воротился от этого меду Ага Фелисада знает, чё делать Едва спала только опухоль И он сразу же вышел на работу Считая, что тайга Перестанет испытывать его Так что он опять Опять напоролся На новую неприятность Змея укусила На тебе Выкуси Сел он на коряб Как-то перекурить И не заметил эту Гадюку А когда увидел То всё То было уже поздно Это ещё хорошо, что Прошка Прошка не растерялся И отсосал у него яд Прямо из ноги Не постеснялся Казалось, аж до самых костей Выдавливал его Так выдавливал, что аж Кости сломать думал А когда исчезла эта краснота Заявил Володьке Так и заявил ему В последний раз Плюнув этот гадский яд Ну всё Магарыч тебя Понял Ганима, Гарыч Ганима нету Ещё от одной Простите, Господи О, тебя уберегли Ну и везучий же ты На всякое говно Где ты только Вот это всё находишь А? Но Прохоренко И сам не понимал Он и сам не понимал Ну почему ему Так вот это не везёт? А? Ближе к осени Отошёл от мужиков На десяток шагов Отошёл И приметил малинник Малина Ну и, конечно же Хотел поесть ягод там И шо вы думаете? Нос к носу С Мадведем Встретился А это тебе не это Это тебе не гадюка Никто уже не отсосёт И зверь этот От неожиданности Как ревкнет И как дал Стрекача В тайгу Повезло, что молодой был Неопытный А Володька Тогда с мокрыми штанами На делянку вернулся Чуть ли не ползком Чтоб не бачили Ну и с тех пор Даже по нужде Даже по нужде Дальше пяти шагов Не уходил Никогда от мужиков Как не степеснялся Но никогда не отходил Конечно А лесорубы И смеялись С него до слёз И одновременно Жалели Володьку Уж если что-то И случалось Так это только с ним Да Только с ним Вот скинул он Однажды сапоги Решил дать ногам Отдых Хе-хе Нехай передохнуть Как Петрович говорит Ну вот Снял сапоги И передыхает Где-то он сейчас Босиком поработал И всё И больше не выдержал И вздумал Снова обуться Ну и натягивает Сапог наполовину Да как взвоет О-о-о Глаза от боли Аж на лоб повылазивали Оказалось В сапог Знаете кто? Хе-хе В сапог ему Ёжик Ёжик забрался Ну что же Жарко стало Конечно Так он вот это И тень искал И вот это Нашёл И Прохоренко С неделю Хромал Неделю Цельную неделю А Прошка Со смеху С него Назрывался Ты там это Смотри штаны Провирай Когда надеваешь Понял Хе-хе-хе А то не ровен Часто ты Без мудей Вообще Останешься Всё Пооткусиваюсь Да Тайга была Сродни Ревнивице Ох Ревнивая И выколачивал Из головы И сердца Мужика Не только Воспоминания Да не только Но и мечты Тоже Заставляя думать И помнить Только о себе А Володька Вечерами Рисовал Муза Позаботилась Привезла Всё Необходимое И вскоре Увидел себя Прошка Увидел Себя Своё Мангало Хе-хе Увидел Да Его считали Все гадким Утёнком Утёночком Чтоб не сказать Утёныще Прозирали Да Даже не замечали Мужика Все Кроме Матери И бригады Бригады Где никто Даже не обращал Внимания На его внешность Но На картине Прошка Даже Сам Обомлел В лучах Заходящего Солнца На золотистом Фоне Коричневый От загара Человек Обрубал Ветки С берёзы Глухая Тайга Обступила Всю поляну Но Человек Не терялся В ней Каждый Мускул Был напряжён Аж До предела Тебе Каждое Движение Рассчитано До доли Секунды Идёт Борьба За жизнь За место В ней За звание Мужика А топор Топор В руке Зажат Аж насмерть Смертельной Хванткой И остался Только последний Взмах И Ведь скоро Свобода Она уже Светит Солнцем Прямо Над головой Нет Не тайгу Прошлое Своё Прошлое Обрубал Человек Чёрное И неказистое А впереди Только Светлая Дорога Как Берёзовый Ствол Нет Прошка Больше Не оступится Нет Хватит Он Стал Совсем Другим Совсем Другим Человеком О Как уверенно Держится он В тайге Теперь О Скала Ведь она Не деревня Тебе Конечно А потому Шо Потому Шо Потому Шо Здесь Выживают Только Лишь Самые Сильные Люди И Тут Ни Причём Тебе Рост И Внешность Ни Причём Чоу Йента И Прошка Смотрел Прошка Смотрел На себя Словно В зеркало Но Нет Это Гораздо Больше И Правдивее Он И сам В себе Такого Не Замечал Да И Некогда Самому На себя Обращать Тут Внимание Ну А всё же Приятно Приятно Вот так Вот Увидеть Себя Со Стороны Совсем Другими Глазами Не Смеявшего Нет Нет Не Изобразившего На груди Эту Паскудную Тантуировку Очистил Его Художник Очистил Его От всего И Смотрел Мужик Совсем С другой С другой С другой С другой С другой С другой Удивлённо Смотрел На картину С тихой Радостью Внутри Не Не зря Он тут Мучился О Как им Стал Может Ты на выставку Попадёшь А А повезёт Вообще В музее Тебя Вон Как повесят На Совсем Как Ту Падлу Восторгался Картиной Васька Чиферист А вот Мужики На перекуре Сидят Сразу Четверо Сразу Выстроились На Бровнышке Митенька С тихой Улыбкой На лице Наблюдает За прыжком Белки Белки Летяги Под Солба Аж Градом Бежит А человек В восторге В восторге Замер Наблюдая За полётом Зверька А чё Интересно Потому что Сам Всю Жизнь Мечтал О крыльях О них Ему Только Говорили С детства Но Не сумели Они Раскрыться Не Сумели Сложные Так И Лежат Там Сдавила Их Сломала Их Горем Да И крылатая сказка Совсем Состарилась Так и осталась Мечтой Навеки Вечные И вот Сидит Человек В кругу Людей Чужих Но Таких Своих Родных Сидит Мужчина Но В душе Дитя Потому что Пока Помнит Он Свою Мечту Тогда И Живет А Рядом Сидит Одноглазый Леха Взверошенным Кустом Присел Сидит Кручится Волосы Дрыком Даже Из ушей Вон Пучки Волос Торчат На Виске То ли Седина То ли Паутина Черт И Шо Спина Ссутулилась И Взмокла Вся Рубаха Руки Стиснуты В кулаки Леха Слушает Никитина Слушает Но Не Слышит Далеко Далеко Унесли Его Воспоминания На Седьмое Небо Самой Высокой Макушке Дерево Не Увидеть Тех Мест Не Увидеть Того Города Где Бродит Человек Своей Памятью Ну Вот Зачем Ты Художник Ну Зачем Зачем Ты Подсмотрел Вот Самое Сокровенное А Зачем В душу Загляну Ведь Она Еще Болит Не Сып Мне Соль На Рану Она Еще Болит Да И Течет Еще По щеке То ли Слеза То ли Струй Капота Да Постарел Человек А Память Она Так Память Все Держит Держит И Держит В Ежовых Рукавицах Держит Его В прежнем Времени И Нет К нему Обратной Дороги Нет Ему Прощения И Роняет Тайга На голову Человека Осыпающиеся Хвойные Иголки Так И Роняет Да Ко всем И всему Приходит Своя Старость Старость Нерадость Самое Главное Не Терять Тепло Не Терять Тепло В Душе И Пока Оно Теплится Ты Способен Жить И Ты Не Одинок Ты Со Своим Теплом А Федор Никитин О чем То Говорит Мужикам Говорит Говорит Выговаривает А На Плече У Бригадира Березовый Листочек Лежит А В волосах Застряла Сухая Ветка Лицо Никитина Будто Аж Из Бронзы Высечено А Какой Он Говорит О чем То Очень Важном Че Там Доказывает Указывает Рукой На пачку Хлыстов И Че Тандычит Всем Вот Только В глазах Его Грусть Стынет А Оно И Понятно Большая Семья Была У Человека Очень Большая А Теперь Теперь Что От нее Осталось Нету Отца С Матерью Нету Нету Так же И Сына И Умерла Та Что Была Любовью И Женой Тут Сам Едва Выжил На Всей Земле Остались Только Лишь Сын И Двое Внучиков Не Помнящих Забывших Его Но Они Зовут Его Зовут Его Домой В Родное Гнездышко Но Человек Все Человек Уже Отвык От Этого Может Даже И Боится Признаться Самому Себе В Этом И Не Хочет Он Не Хочет Уже Возвращаться Под Старость Туда От Чего Уже Давным Давно Отвык Ведь Сильные Люди Они Как Как Сильные Птицы Орлы Орлы Ведь Никогда Не Умирают В Своем Гнезде Они Всегда Находят В себе Силы Чтобы В последний Раз В последний Раз Вот так Вот Взять И Подняться В небо Прямо Над Горами А Вот Сидит Седой Петрович Петрович Он Единственный Из всех Кто Очень Внимательно Слушает Никитина И Хитровато Так Пришурясь Че-то Там Обдумывает Себе На Ходу В Извили Нах А В глазах В глазах У него Добрая Усмешка В Широких Жилистых Ладонях Остывает Топорик И Так Крупным Планом Взяты Руки Петровича Представили Крупным Крупным Планом Макро Ни Одна Работа Из них Не Вываливалась Ни Единая Все Умели Эти Руки И Не Знали Отдыха Они Судьба Наградила Их Щедро Отняв Взамен Самое Главное Счастье И Вот Петрович Сидит И Смотрит На Никитина На Картине Этой Он Еще Здесь В Тайге Вместе Со Всеми Да Отец Каждому Тут Его Все Помнят И Всегда Будут Помнить Как Друга А На Раскладушке Петровича И Нынче Никто Не Спит Даже Не Посмеет Присесть Куда Там А Вдруг Вернется Человек Так Что Ждут Его Мужики Ждут И Не Дождутся А Был У Него В Гостях Как Никитин Б Б Обещал Ж Ведь Радовался За Петровича Очень Радовался Хорошим Дедом Стал Человек Хозяин Семьи В Семье Ставшей Своею Как Та Бригада Точно Но Своя Родная И Жизнь Ответила Ему Улыбкой Хоть На Старости Лет Жалко Что Так Запоздала Конечно Но Лучше Поздно Чем Никогда Правильно И Смотрит Петрович На Никитина С высоты Лет Своих Сидит И Смотрит Словно На Свою Молодость Такую Горячую Забытую Молодость Не Проглядел Бы Ее Не Ошибся Бы В Ней Другой Ведь Молодость Она Как-то Улыбка Улыбаешься И думаешь Что так Будет Вечно Она Мах И Погаснет Вмиг Даже Не Заметишь Оставив Взамен Только Эту Седую Старость Да Не Всякого Жизнь Согреет Не На Всех Хватает Тепла У Этого Солнца А Серега Серега Совсем Другую Картину Любит Называется Дорога В тайге Именно Так Ее И Назвал Володька На Этой Серега Серега Собственной Персоной А В зрачках Его Глаз Весь Путь Впереди Путь Дорожка Фронтовая Завалы И Просветы Там И Солнце И Дождь Прям Как В жизни Человека Не Всегда Все Хорошо Правильно Не Успеют Слезы Обсохнуть Как Вот Уже Смеха Полные Штаны Привалили Конечно Одна Полоса Черная Значит Следующая Будет Белая Всегда Так А В селе В селе Их Бригаду Называют Бериндеями Бериндеи А урочища Их Знаете Как Логовом Смешно Да Логово Зверя Точно Так И на Карте Лисхоза Пометили Они Новую Делянку Назвав Его Как И назвали Написали Логово Бериндеев Да Только Вот Мужики Этому Названию Репутацию Подмочили Ах Подмочили По одному Уходить Стали Он Оно Чего По одному Насовсем Уходить Стали Из тайги Вот Тебе Бериндеи Эти Не Хухры Мухры Всегда Что Тогда Заканчивается Правильно Даже И то Солнце И то Когда-то Потухнет Кое-кто И теперь Подумывает Над этим Даже И теперь Смотря На ушедших Он Ведь Завелась В Якутске Баба Аннушка Покуда Рано Строить Планы Рановато Еще Но Уже Зовет В дорогу Отболевшая Забывшаяся Память И Бегут Бегут По таежной Дорожке Мечты Обгоняя Ветер И Машину По Дорожке С Облаками И Ожил Человек И На чаще Растянула Рот Глупая Губошлепая Такая Улыбка Улыбочка А? Она Выдает Каждого Мужика Она Все Выдает Но Спрашивается Зачем Зачем Ее Усмотрел Художник М? А вот Перед Другой Картиной Столпилась Вся Бригада Вся Вылупились Рассматривают Молча И Придираются Отыскивая Промахи Ведь Это Не Кто-нибудь Тебе А Сама Фелисада Наполовину Скрытая Утренним Густым Туманом Она Несет Воду Воду Изолдана Прямиком К своей Печурке На щеках Тусклый Свет Утро И Эта Женщина Она Так Похожа На Одинокую Березку Растущую На берегу И Протянувшую К ней Ветки Свои Ветки Руки Отлюбила Уже Отпела Отсмеялась Поредели Листочки У этого Дерева Потускнела Увяла Женщина Избороздили Морщинами Невзгоды Обоих Но Не согнули Не Сломали Ее Не Вырвали Еще Теплющаяся Жизнь А Туман Это Еще Не Снег А Морщины Это Еще Не Старость Правильно Стремительная Фигура Женщины Вот 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 Поднимется Вверх Наверх К Теплу И К Людям Здесь Она Хозяйка А Значит Нет Для Нее Старости И Не Будет Она И Сегодня Единственная Самая Нужная Лучшая Из Всех Каждому А Потому Потому У нее Как и У той Тайги Впереди Еще Много Много Весен Чтобы Жили В глуши Забыв О горестях Эти Бериндеи А Володька Володька Прятал Свои Картины Прятал Но Их Все равно Находили И Рассматривали И Каждый Понимал По-своему А Потом Потом За ними Приезжала Муза Его Муза И Рассмотрев Каждую Увозила С собой В Якутск Володька Очень Переживал Как же Там Воспримут Его Работы Маститые Художники И Поймут Ли А Гордостью Гордостью Прохоренко Были Несколько Картин Которые Удалось Ему Написать В Ненастные Дни Это И Портреты Лесорубов И Пейзаж Под Названием Уголки Дремучей Тайги И Молодые Саженцы Деревьев Прижившиеся На местах Вырубок Прижились Таки Старость И Юность Мудрость И Неуемная Мечта Прозрачность Неба На седым Алданом И В глазах Стариков Стариков Тоже Слезы И Смех Они Переплелись В этих Работах Как Те Солнечные Лучи В каждой Капельке Росы Увидел Прохоренко Прохоренко Таки Увидел Как Доверчиво Дружит С людьми Тайга Их Непризнанных В свете Обманутых И Униженных Только Она Любила И Так Искренне Только Она Именно Потому И застыл На картине Прям Как В жизни Белый Белый Горностай На ладони У Сашки Ученого Ядерщика Этот Горностай Смотрит Смотрит На человека Своими Умными Умными Глазищами Теплинка Тайги Ее Кровь И Жизнь И Руки Руки Александра Держат его Бережно Бережно Как Пушинку Большие И Шершавые Руки В них Зверьку Тепло Тепло И Уютно Как В родном Гнездышке А Горностай Грызет Грызет Кусок Сахеру Как То Малая Детятка Аж Нос Морщит Так Сладко Да А Большой Человек У него Прощение Просит Значит Есть За что А старая Медведица Прохворав Берлоги Всю Зиму Бок Обок С лесорубами Была Она Совсем Перестала Их Бояться О Водмедица Даже За кустами Не пряталась Уже Не пряталась И Подлечившись За лето К осени Совсем Свыклась С людьми Небось Это именно Та Тот Медведь Да Который Убежал Тогда С малинника А это Вовсе Не медведь А медведица И ветки На берлогу Уже не носила Она со всей Тайги Не носила Она брала Уже готовые Прямо На делянке И никто И не запрещал Она соорудила Над берлогой Целый Сток Целый Сток Сена Как те Бобры Целую Хатку Себе Построила Да От палатки Рукой Подать Да так и Осталась Она на этой Картине Под названием Добрые Соседи От зла И горя От болезни И депрессии Лечила Тайга Людей И так и Вылечила Оставаясь Памяти Только смешными Случаями И действительно Запоминается Только Хорошее Вон Медведица Рысь С делянки Прогоняет Ох Прогоняет Не терпит Она чужих Не терпит В своих Владениях И ругается Ох Как Быкает Когда пьяный Прохор На сельских Баб Точно Так же Да От рысь И шерсть Аж Клочьями Летит Аж Вылетывает Но Та Все-таки Успевает Все-таки Успевает Ускользнуть И вырваться Из лап Но Не от глаз Художника А вот Шуточная Картина На лесной Полянке Ругается Прошка Прошка Ругается С кем Вы подумали С вороной Они Друг Друг Обещают Все Перья Повыщипывать Картина Так и Называется Сора Над Ней Вся Бригада Аж До Коли В животах Смеялась О Че Не Поделили Две Сороки Белобоки А вот Со Стола Нахальная Сойка Стащила Хлеб Прямо Из-под Руку Васьки От Сойка Этеть Ту Мать И как А Володька На трелевщике Выволакивает Елку Под обрубку Каждый Мускул у него Напряжен Аж В струну Только Бы Выдержал Трос Только Бы Никого Не Задеть А Следом За елкой Торопится Митенька С Василием Их Уже Обогнал Прошка Перший Летит Как Ракета Ракета Его работы, как решили известные мастера, мастера кисти, они так решили, что его работы будут выставлены во Владивостоке, вместе с другими картинами мастеров всего Севера. А Прохоренко не ждал для себя, ничего не ждал, он просто делал. И в тот самый день, когда все его работы были увезены с делянки, он получил письмо из Киева от Зины. Узнав, что Прохоренко работает в Якутской тайге простым лесорубом, она жестоко высмеяла его, сказав, что, видимо, права была тогда Аленка. Когда отказала Володьке. Куда уж ему растить чужое творение, если свой талант сберечь не смог? Так и пишет ему. Давай зачитываем. Только безвольный, бесхарактерный человек способен раскидываться вот так вот даром самой жизни. А раз так, выходит, верно считали тебя иные слабаком. Угу, верно считали. Ну, может, и прав ты. Ведь серость не способна создать яркое полотно. И даже жалкие задатки дарования способны утопить в бутылке и, скатившись вниз на самое дно, уйти далеко в тайгу, к таким же, как и сам, к алкашам и примитивам. И ему уже никогда не подняться. Никогда не стать мастером. Ведь потерявший дар навсегда утрачивает свое лицо. А Володька, прочитав это письмо, только криво усмехнулся и сунул его себе в карман. И теперь каждый день, насколько позволяли силы и время, каждый божий день он рисовал, рисовал и рисовал. Благо теперь его на делянке никто, никто здесь не высмеивал. Он делал наброски, небольшие зарисовочки. Он понял, как же много дала ему тайга и работа в бригаде на будущее. Она изменила, Прохоренко, и очень круто изменила. Она прям выковала из него мужчину, жемчужину, настырного и живучего мужика. А что те письма? Что те однокурсники? Они были так далеки от него, от его нынешней жизни. И кто бы из них вот так вот выдержал, а? Хоть один его день в тайге. Володя, слышится далеко-далеко внизу голос Музы. Он ждал ее. И она выскочила из лодки и побежала к нему, раскинув руки. Володя, пора. Возвращайся. Полный успех, Володька. Твои картины там получили вообще полное признание. Ты не поверишь. Их везут за рубеж. Почти все. И мне велено привезти тебя срочно. Срочно привезти тебя. И Володька быстро собрался. Да и что там медлить? Вот только бригада. Стоят мужики и смотрят растерянно. Они никак не ждали такого поспешного расставания. И очень расстроились. Вот уж эти мужики. И когда успевают привыкать друг к другу только, а? И даже ко мне. Ведь художники же, они же это, они же как ветер. Вот был он, и нет его. Ну, как же успел он так быстро застрять, застрять в сердце у каждого? Когда? И вот Володька так и уезжает. Но чего же так грустно на душе? Видно, и он оставляет в сердце. Каждого оставляет. Каждый кусочек. Но это далеко не для картин. И вот на берегу стоит Фелисада. Стоит и смотрит вслед уходящей моторке. Ей очень трудно смириться, Что в бригаде еще одним человеком стало меньше. Уехал Торшин. Недавно от него письмо вот пришло. Все наладилось у человека. Живет в семье, при детях и внуках. И только с женой под одной крышей Остались чужими. Не верит. Не может простить. А без этого жить трудно. И он признался. Он сознался, что очень скучает по бригаде. И часто на теплой печке Видится ему во сне Якутия. Якутия и то самое логово. Логово бериндеев. Эх, если бы жизнь начать заново, То ее надо начинать обязательно. Обязательно на севере. Где из людишек мужиками становятся. Где учатся одолеть горе. Как самого себя. Где счастье далеко не в заработках. А в умении выжить и выстоять. Не стать негодяем. И если вы поверили мне, Значит, не вовсе уж я и пропащий. Так что спасибо вам. Спасибо вам за все. Писал Торшин. О нем очень часто и по-доброму Всегда вспоминали в бригаде. Метет снег прямо в лицо. Новая зима подступила к палатке непрошено. И уходят, уходят из тайги люди. Сдают силы. Сдает здоровье. Да и возраст не щадит. А старость тепло не любит. Нет нынче желающих идти в тайгу. Не всяко долет зиму. И тяготы этой жизни. Да и не каждому глушь по душе. Но! Кто эти двое? Кто эти двое, Которые так торопятся к делянке на лыжах, а? Бегут, аж бегут, Чтобы успеть, Успеть до ночи. Это те самые, Те самые новички. Новые бериндеи. По первому снегу идут. Пусть будет светел их путь. А в палатке, Будто от холода, Охрипнув, Поет, Поет одна для всех, Потускневшая радиола, Спидола. А Леха аж под подушку головой залез, Чтобы не слышать эти Большие слова. А Никитин, Никитин, Никитин аж руками голову обхватил. Но ничего уже не вернуть, Не исправить в этой жизни. Отвернувшись спиной ко всем И прикинувшись спящим, Плачет беззвучно Костя. Очень трудно справиться с памятью, Забыть все прошлое И спокойно смотреть в глаза Осиротевших детей. Усталым кузнечиком скрутился На раскладушке Васька. Васька-чиферист. Губы аж до боли кусает. Только бы не слышать эту песню. Ту, которая обо всех, О каждом из них. И вот заносит и заносит метель Эту палатку, Заносит своими белыми-белыми сугробами. И светит над ними солнце, Холодное, как улыбки любимых, Как смех без радости, Будущее без надежды, И жизнь без прощения тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, ребята, и конечная станция. Конечная станция Тайга. Да, закончили мы это упражнение, ребята. Хотелось бы узнать побольше про Фелисаду. И действительно, ну до старости, Как там, как там они. И действительно, ребята, Это был автор Нетесова. И эта женщина. Многие для вас это было удивление. Удивление? Ну да. Помните Макарыча, кстати? Макарыча. Кто не помнит? Это, кстати, тоже ее шедевер. Я просмотрел все ее рассказы, И Макарыч для меня самый такой был шедевер-шедевер. Кстати, он есть у нас в плейлисте под видео. Сразу же найдете в плейлисте все книги. И там вы найдете Макарыча. Это тоже Нетесова. И вот этот рассказ тоже, Он у меня практически на одном уровне находится с Макарычем. А все остальные, Они очень такие зэковские. Заключенные очень. Здесь, видите, у нас тоже встречалось часто это. Я старался как-то это вот немного смазать. Но иногда выдавал так, как есть. И я прочитал все ее рассказы. Они больше идут про заключенных, про тюрьму. И именно с вот этими высказываниями, жаргонами ихними. Вот. Так что про Нетесову, наверное, мы больше трогать ничего не будем. Но я еще пошуршу там, Пошкрябаю у себя в сундучке, И может что вытяну интересное. Правда? Вот. Вы, конечно же, ждете от меня очередной шедевер-шедевер. Но я вам что, пулемет, что ли? Вот так вот строчить, а? И после этого рассказа Очень тяжело будет вообще воспринимать что-то другое. У меня всегда так. У вас тоже так, наверное, правда? После этого любое, что там не смотришь, Ни кино, никакую другую книгу, Все фигня. Правда? Да. Потому что все мозги тута. Правда? В этой книге. Конечно. И следующее. Вы тоже ж, ну, Я постараюсь найти что-то, конечно. Но вы, ребята, тоже же это, Если даже это будут проходные, Рассказываешь тоже, Смотрите, ставьте педаль, Не забывайте. Ну, конечно ж. Я ж действительно вам не пулемет, Макарова. Что это я буду вам строчить все время, что ли? Ну, я вам под елочку что-то, конечно, подсуну. Да, конечно. У нас там, кстати, снизу есть плейлисты, вы знаете, Там и помощь деду, Там и посылочки кто хочет. Да, я посылочки тоже люблю. Вон, прислали посылочки. Они где-то тут, но я их найти не могу. Они где-то у меня в городе, я их и веду. Нету, да нету. Что ты будешь делать? В общем, когда придут посылочки, Я обязательно вам сниму обзорчик. Что-то там прислали интересного. Им тоже интересно посмотреть, что там прислали. Так что я обязательно сниму. И кто хочет, можете прислать посылки. Я не то, что там это, ну, кто хочет. Вот так вот. И, ребята, вот мы закончили это упражнение. Очень интересно. Хотелось бы побольше, побольше услышать про судьбы людей. Ну, вот так вот. Нам приходится только додумывать и придумывать. Каждый, кто как хочет, пишите свой сценарий. Придумывайте, как там дальше. Кто вам больше всех понравился? Вы писали, что Никитин понравился. Да. Мне Килька и Фелисада самая первая. Вот. Художник, получается, самый Петрович, конечно. Как же Петровича? Тут же 14 их. И, как говорится, жизнь продолжается. Двое новеньких пришло к нам в палатку. И опять будет бабий омут. А это дело нескончаемое. Это вечно. Вечное колесо. Житие твое. Вот так вот. Такая жизня. Науманя. Интересно про судьбы. Если у вас есть какие-то интересные рассказы, которые вас до глубины души достали. Прям вот залезли к вам в душу. Пишите в комментариях. Нужно написать название. И автора. Это как минимум. А еще лучше сразу же ссылку сбросить. Потому что очень тяжко найти. Вы так пишите мне. Попробуй. Я ничего не найти не могу. Вы как-то писали. Попробуй еще найди что-то там. Так что вот так вот. Можете даже присылать книжки ваши по ссылкам. И что нет. Я так тоже буду. Ну, конечно, в электронном варианте удобнее. Читать удобнее. Тут даже, смотрите, если я буду перелистывать. Это же все в микрофоне будет. Вот это все. Это же... Это не дело. Но хотя бы так. Как мы какую-то книгу, помните, искали. Вот даже кто-то откликнулся из Красноярска. Спасибо тебе, что может достать из Государственного фонда библиотеки вот эту нашу книгу. Но сейчас что-то, ребята, не обижайтесь. Ну, как-то поостыло к этой книге. Это у меня редактор. Так хотел, так хотел. А потом прочитала она этот отрывок из нее. Там получается, ну, как обычно, знаете, в рекламе. Самые лучшие выбрали вначале. И ты прям вообще хочешь. А потом я нашла какой-то отрывок дальше и как-то уже, ну, совсем не то. То есть, ну, вы поняли, да, о чем я. На сегодня, ребята, у нас уже точно все. Закончили мы очередной шедевр. Не забывайте ставить ваши педали. Это надо. Без этого абсолютно никак. Спасибо, что делитесь нашими рассказами. Там есть кнопочка снизу. Нажимайте поделиться. Это тоже надо для канала. Ну, и рассказывайте друзякам, что есть такие книги. Это будет тоже ваше спасибо за прослушивание. А на сегодня, ребята, уже точно все. Завтра я вам что-то найду. Сильно тапками не кидайтесь. Потому что по сравнению с этим, конечно, это будет это далеко. Это вам не это. Вот так вот. Так что вот так вот, ребята. Ставьте педали на все. Не забывайте. И включайтесь педалу завтра. В 12. Ого, по Киеву. По Киеву. Вот. И будем слухать далее. Вот так вот. А на сегодня все. И как обычно я говорю. Пока-два. Вот так вот. Продолжение следует.